Улицы городов Сибири заполнили желтые бочки с квасом. Хлебный напиток раскупает бойко, однако о том, что внутри этих емкостей, оказывается, не знают даже сами продавцы. Можно ли освежиться без риска для здоровья? Подробности в нашем сюжете. От покупки кваса из подозрительной бочки на улице Александра Лысака отговаривал друг. Но жара и жажда аргументы более веские. В итоге пищевое отравление. Где-то через час почувствовал себя плохо, ну как бы слабость почувствовал, да. Ну и не сказать, что тошнило, но что-то такое было, беспокойство, скажем. Как только температура на улице повышается, растут и очереди у бочек. Документов и санкнижек у продавцов никто не требует, а возможно стоило бы. Скажите, пожалуйста, у вас есть санитарная книжка в наличии? Да, конечно. Можете ее предъявить? Она у начальства. А начальство ваше где сейчас? На работе, на базе у себя. Да, все есть. А может санитарная книжка? У меня с собой нету дома. Объясняется такая забывчивость просто. При поиске продавцов улыбчивость и честность, судя по объявлениям, ценится выше, чем санитарная книжка. Ну, как бы можно быть санитаркой. А никаких там проблем не будет? Вас же проверяют как-то? Нет, ну естественно, что нас проверяют, но как бы нам проще сразу платить, чем найти продавцов на класс санитарной книжкой. Даже если медкнижка на месте, ответить, кто производитель и как квас попал к ним, продавцы не могут. Стерилизуется ли вообще как-то эта тара? Ну, конечно, наверное. Все делается. Ну, мне привезли, поставили, поэтому я вам ничего не могу сказать. По нашей просьбе продавец поднимает термозащиту. Возникает вопрос, если тара так выглядит снаружи, то что же тогда внутри? Ответить нам не смогли в Роспотребнадзоре. По их словам, начать проверки они могут только в ответ на жалобы горожан. А жалоб, судя по всему, нет. В пользе кваса для организма врачи-диетологи не сомневаются, однако предупреждают. Не все то квас, что в бочках. Производители часто добавляют к квасной основе всякие разные пищевые добавки. И такой напиток уже квасом называть нельзя. Строго говоря, он по техническому регламенту называется квасной напиток. За его санитарно-эпидемиологическую безупречность, кроме производителя, поручиться никто не может. А вообще завести такую торговую точку может каждый, если выиграет в конкурсе организованном администрации конкретного округа Омска. Побеждает не тот, чей квас вкуснее или полезнее, а тот, кто предложит больше за право разместить свой торговый, нестационарный объект. Елизавета Васильевич, Екатерина Хлимязьева, Алексей Попов, Павел Ходынский. Новости РНТВ Омск.